Посмотрим, я опять же хочу сказать, что наш дом, где я живу, он всегда, там, вот, окраин, это всегда у нас было прокладно, вот, но меньше, то же самое, ну, вот, со два дня, радужник лежит на уровне подушки, ну, вот, награду споднялась буквально за вчерашний день, ну, должно подняться. А если звонить, ну, да, по кому-то? 7-33-33. 7-33-33. Да, 7-33-33. Нет, то есть, просто дублируют. Мы сегодня приняли решение, Владимир, я уже сказал о том, что и управляющей компании, если жители будут звонить в управляющую компанию, управляющая компания нам в ЕДДС, то есть, этот же звонок переадресовывает, чтобы мы фиксировали. Я в четверг направил письмо Ворошилову о том, чтобы он соблюдал график температуры, ну, с нормами, ну, в четверг на той неделе, вот, на Назаровскую ГРС, то есть, и мы будем реагировать, это наша полномочия, мы в ответственности за это, мы отвечаем за благосостояние, а кто-то за тепло будет. Поэтому мы непосредственно, винуя управляющую компанию, напрямую вам работать с Назаровской ГРС, то есть, ответственный поставщик тепла этого, или она, Назаровская ГРС. Так, вопрос. Да. Ну, вопрос, кстати, легко выработать. У нас, как бы, не первый год зима, вот, но хотелось бы понять, и понять, так же, самому жителям, понять, все же, как системно работать. То есть, если мы, если мы, если мы предоставлять будем им некую инструкцию, что, когда у вас холодно, вы должны позвонить в ИДДС, после того, как вы позвоните в ИДДС, ИДДС проведет работу такую-такую-такую-то, они замерзнут, что-то, мать-то. Я думаю, что, может быть, все же выработать. Все-таки, единственное, это соблюдение того графика, подача тепла, который должен быть. Останец, можно я договорить? Да. Я вот как раз об этом-то и пытаюсь сказать, что, ну, наверное, у нас же все исполнительные люди, в том числе и руководители. Ну, я к тому, что, если у нас организация, единственная, которая предоставляет услуги тепла, у нее есть график. В этом графике при определенной температуре наружного воздуха должна быть определенная температура носителя. Если он, соответственно, это не выдерживает. Вы понимаете, я не беру аварийные ситуации. Я сейчас берегу нормальную рабочую ситуацию в городе. Зимний сезон начался. То есть температурный режим теплоносителя, он должен выдерживаться. Поэтому, естественно, есть дома, которые, вот, разбалансировка, там, скажем, тепловой системы, она, безусловно, имеет место. Вот. Но она примерно всегда одинаковая. Дома у нас с места на место не переезжают. Трубопровод не меняется. Все остается прежним. Если мы подразумеваем, что теплоноситель, он должен приходить вот в этот момент, температура у него должна быть вот такая, то, я думаю, будет всем тепло. Если же он приходит заведомо ниже, то мы пожинаем плоды бесхозяйственной работы данных руководителей. Поэтому я предлагаю, все же, вот этот вопрос взять на контроль, на контроль и принимать какие-то меры. Почему? Вот именно за неправильную и некорректную работу, ну, своих организаций. Деньги они берут свое время. Более того, они пользуются законодательством. Если там люди не свое время заплатили, они применяют штрафные санкции, там, и все остальное. А мы почему-то, вот в этой области, в этой части, не можем никакие санкции принять или, скажем так, предупредить в пользу наших жителей. Ну, не знаю, почему. Перерасчет, это, чтобы сделали перерасчет тепловики, это нужно, чтобы вы, наверное, 40 градусов каждый день делали. У нас, ну, как, 25, да? То есть мы по прямому контакте, если нет. Ну, я понимаю, что факт. Факт сегодня, неправильная подача тепла, он имеет место? За выходные дни. За выходные дни. Но он имеет место. Я имею, имеет место. Ну, вот давайте посмотрим, будет перерасчет или не будет перерасчет. 27-го, 27-го, по услуге. Минус 10 градусов. Минус 10 градусов. Если это минус 10 градусов к нам сюда не приходит, то это пример. Давайте не будем конкурировать. 2 градуса в квартире. Нет, чтобы для понимания. 5 градусов ниже, это грубо градус в квартире. Ну, при условии соблюдения всех требований по нужным содержаниям. Ну, при условии соблюдения всех требований по нужным содержаниям. Ну, при условии соблюдения всех требований по нужным содержаниям.